Президент КНР Си Цзиньпин В России в ближайшее время отработают применение тактического ядерного оружия. В Кремле предстоящие военные учения назвали ответом на заявления западных политиков. На юге Бразилии продолжает эвакуировать людей из затопленных городов и деревень. В стране бушуют сильнейшие за 80 лет наводнения. В эфире РТВА «Большой Несток» в студии Юрий Кукин. Вместе с моими коллегами расскажем вам о главных событиях этого дня. Франция не находится в войне ни с Россией, ни с российским народом. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. А ранее этим днем председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйн отметила, что Европа рассчитывает на то, что Китай использует все свое влияние на Россию для прекращения конфликта в Украине. Высказывание политиков происходит на фоне первого с 2019 года визита главы КНР Си Цзиньпина во Францию. Какие еще темы обсуждались в рамках европейского турне политика и куда дальше отправится китайский лидер, расскажет мой коллега Дмитрий Лобанов. Первый за пять лет официальный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Европу на кадрах центрального телевидения Китая больше был похож на большой и красочный праздник. Однако рады были не все. По пути кортежа активисты повесили огромный баннер с требованием освободить Тибет, заодно назвав Си диктатором. Не в восторге от визита остались и правозащитники. Председатель Си сейчас в Париже, и мы считаем, что что бы мы ни делали как страна, главе государства не следует относиться как к почетному гостю. Он выступает против свободы слова и в настоящее время несет ответственность за заключение в тюрьму 119 журналистов, как в Китае, так и в Гонконге. Впрочем, официальной части поездки протесты не помешали. В Елисейском дворце Си Цзиньпин вместе с французским президентом Эммануэлем Макроном и председателем Еврокомиссии Усуны фон дер Ляйен подчеркнули, что все разногласия можно преодолеть. Европейский союз и Китай хотят хороших отношений. И учитывая глобальный вес КНР, наше взаимодействие является ключом к обеспечению взаимного уважения, избежанию непониманий и поиску решений глобальных проблем. Выбор Франции Си Цзиньпином в качестве первой страны европейского турне не случайен. 60 лет назад страны установили дипотношения. Да и на фоне других государств Париж, а не Брюссель, для Пекина выглядит куда более комфортным местом для выстраивания диалога. Сегодня мир находится в периоде турбулентности и перемен. Будучи двумя важными силами в мире, Китай и Европа должны придерживаться своей позиции партнерства, диалога и сотрудничества, углублять стратегическое общение, укреплять взаимные доверия, достигать консенсуса и осуществлять сотрудничество, содействовать стабильному и здоровому развитию отношений Китая и Европы. Сегодня Пекин наращивает экономическое присутствие в ЕС после ковидного застоя. Только в 2023 году совокупный объем торговли составил более 730 миллиардов евро. Экспансия проходит за счет экспорта китайских электромобилей и других дешевых товаров. При этом для европейских компаний КНР собственный рынок закрывает. Такой расклад определенно нравится не всем. Отношения между Евросоюзом и Китаем – это сложные отношения. Мы подходим к этому трезво, конструктивно и ответственно. Потому что честная игра Китая полезна для всех нас. В то же время Европа не откажется от принятия непростых решений, необходимых для защиты своей экономики и своей безопасности. Обеспокоены в Европе и, конечно же, конфликтом в Украине. Западные государства не раз обвиняли Пекин в поддержке Москвы и считают, что именно СИ может повлиять на российского президента Владимира Путина. Мы также обсудили обязательства Китая не предоставлять России никакого смертоносного оборудования. Необходимо дополнительное усилие, чтобы ограничить поставки в Россию товаров двойного назначения, которые попадают на поле боя. И учитывая экзистенциальный характер угрозы, исходящий от этой войны, как для Украины, так и для Европы, это действительно влияет на отношения между Евросоюзом и Китаем. После Франции Си Цзиньпин отправится в Сербию и Венгрию. Последние активно берут китайские кредиты, а заодно являются наиболее пророссийски настроенными государствами на европейском континенте. Как и в случае с Парижем, не обошлось без круглых дат. С Будапештом в этом году у Пекина 75 лет дипотношений, а в Белграде 25 лет назад произошла бомбардировка китайского посольства американскими военными. Дмитрий Лобанов и Артем Прокопьев. Тем временем армия обороны Израиля сегодня утром призвала мирных жителей покинуть восточные кварталы города Рафах на юге сектора Газа. Еще один тревожный звонок о скором начале наземной операции Цахал. И это на фоне очередного провала новых мирных переговоров в Каире, в результате которых стороны так и не смогли договориться о прекращении огня. О напряженной ситуации в регионе в материале Тагирова Леди. На машинах, телегах или пешком. Нужно как можно быстрее покинуть горячую точку. Цахал готовится провести наземную операцию. А это лагерь беженцев. Люди здесь тоже собираются в путь. Совсем скоро эта местность снова станет пустыней. Я перемещен с севера, из лагеря беженцев Джабалия. Нас переселили в Рафах, евреи снова нас вытесняют. До этого нас переселили в Дейр-Эль-Балах. Это уже третий или даже четвертый раз, когда нас перемещают из одного района в другой. И мы не знаем, куда направляемся на этот раз. Беженцам предложено переместиться в гуманитарный район Аль-Муваси, недалеко от побережья. Там будет предоставляться расширенная помощь, включающая воду, пищу и палатки. На месте развернуты полевые госпитали. Мы видим тревожные сигналы того, что Хамас не планирует заключать с нами какую-либо сделку или соглашение. А это значит, что операция в Рафахе и во всем секторе Газа будет уже в самом ближайшем будущем. Мирные переговоры, проходившие в субботу в Каире, несмотря на оптимистичные заявления египетских СМИ, не принесли результатов. По сообщениям СНН, в обмен на пленных Израиль был готов прекратить огонь и позволить беженцам вернуться на север сектора Газа. Однако не отказывался от полного уничтожения движения Хамас. Но воскресная ракетная атака на кибутский ремшалом на северо-западе Израиля привела к срыву переговоров. Сообщается, что погибли 4 человека, не меньше 10 получили ранения. Все они израильские военные. В Метуле в результате прилета беспилотника 2 человека получили тяжелые ранения. В ответ Сахал нанес удары по Рафаху и Южному Ливану. По сообщениям телеканала Аль-Арабия, один из израильских снарядов разрушил несколько жилых домов. По данным телеканала, число жертв уже больше 20. Другой удар пришелся по лагерю беженцев Нусейрат в центре сектора Газа. По данным Associated Press, погибли по меньшей мере 5 человек. Сразу после объявления об эвакуации из Рафаха на севере Израиля было зафиксировано около 30 пусков из Ливана в направлении голландских высот. В ответ израильские ВВС атаковали около 15 военных объектов Хезбаллы в арабском районе Аль-Луиза на юге Ливана. Власти страны сообщили, что 4 мирных жителя погибли, трое получили ранения. Также пострадало здание фабрики. Коварный израильский враг нанес два авиаудара по фабрике санитарно-гигиенической бумаги и пластика, причинив серьезный ущерб. Слава богу, ущерб был нанесен только имуществу. Хезбалла атаковала штаб территориальной 210-й дивизии Цахал на военной базе Нафах десятками ракет РСЗО «Катюша». Сегодня обстрелы района, включая Кацрин, продолжились. Обострение конфликта на Ближнем Востоке вызывает недовольство союзников Израиля, прежде всего США. На этом фоне американцы объявили о приостановке поставок снарядов, впервые с начала текущего конфликта. Хотя, по данным источников СНН, это не связано с предполагаемой операцией в Рафахе. Тем не менее, дипломатическое давление усиливается. МИД Франции заявил о решительном несогласии с операцией Израиля в Рафахе, напомнив, что насильственное перемещение гражданского населения является военным преступлением. А председательствующая в Совете ЕС Бельгия предложила ввести торговые санкции против Израиля. Призыв Израиля к эвакуации граждан и беженцев из Рафаха и объявленное вторжение приведут к резне. Бельгия работает над дальнейшими санкциями против Израиля. Сегодня в полдень я встречусь с министром иностранных дел Палестины доктором Малеке. Обострение ситуации в регионе стало главной темой встречи министров иностранных дел Нидерландов и Ливана. Нидерланды серьезно обеспокоены ростом напряженности в приграничном регионе и усилением боевых действий. И мы сожалеем о гибели невинных гражданских лиц. И это имеет последствия для Ливана и всего региона. Крайне важно предотвратить дальнейшее распространение насилия. Требуется дипломатическое решение. Однако, несмотря ни на что, Иерусалим намерен идти до конца. Как премьер-министр Израиля, единственного еврейского государства, я обещаю сегодня из Иерусалима в день памяти Холокоста, что если Израиль будет вынужден остаться в одиночестве, Израиль выстоит и один. Однако мы знаем, что мы не одиноки, потому что бесчисленное множество достойных людей по всему миру поддерживают наше правое дело. И я говорю вам, мы победим наших врагов. Ранее сообщалось, что Израиль готов заключить временное перемирие с Хамас в обмен на освобождение заложников, но при этом не откажется от достижения всех целей войны. В первую очередь, это полная ликвидация всех ячеек движения на территории сектора Газа. Тагир Валиди, Никита Токарев, Артевиай. Израиль и Хамас были близки к заключению сделки по освобождению заложников, однако заявление канцелярии главы правительства в минувшую субботу о неизбежности операции в Рафахе заставили Хамас ужесточить свои позиции. Об этом в интервью изданию New York Times на условиях анонимности сообщил высокопоставленный представитель Израиля. В канцелярии премьер-министра Бенемина Нетаньягу, впрочем, эту информацию опровергли. Вместе с тем, американские источники издания настаивают на том, что переговоры продолжаются, и стороны изучают подробности последних предложений международных посредников. При этом параллельно боевые действия продолжаются как в секторе Газа, так и на границе с Ливаном. Подробности узнаем у нашего израильского корреспондента Бориса Штерна. Борис, привет! Сегодня в Израиле проходят траурные церемонии, посвященные Дню катастроф и героизма евреев в годы Второй мировой войны. О чем на этом фоне говорят политики на этих церемониях, и проводят ли они параллели между Холокостом и как раз войной 7 октября? Юра, привет! На самом деле стоит к этому часу начать совершенно с другой информации. Буквально 20 минут назад появились сообщения о том, что глава политбюро Хамаса Исмаил Ханея сообщил, что его террористическая организация готова на прекращение огня на египетских условиях. По сделке, которую разработали египтяне Ханея сообщил об этом премьер-министру Каттера и главе египетской разведки в Израиле пока комментариев по этому поводу нету никаких. Более того, появилась информация о том, что напоминающая о том, что Израиль не соглашался на предложение Египта. Их даже по факту не обсуждали, поскольку израильской делегации за последние несколько дней в Египте якобы не было. Поэтому как будут развиваться события сейчас непонятно. Но параллельно всему этому, параллельно боевым действиям в секторе Газа и на севере, действительно в Израиле проходит день памяти европейского еврейства, памяти героизма. И, конечно же, все проводят определенные параллели между тем, что произошло 7 октября и то, что произошло в годы Второй мировой войны, тяжелейшую катастрофу. И сегодня в Кнессете во время траурной церемонии по поводу этого дня, вот что сказал израильский премьер-министр. Намерения убийц и насильников, которые 7 октября напали на Израиль, полностью совпадают с намерениями нацистов, убивших треть нашего народа. Разница в том, что сейчас у нас есть солдаты-герои, сотни которых пали смертью храбрых или получили ранения. Наши сердца семьями погибших и похищенных, но 7 октября не Холокост. Мы можем защищаться. Во время Холокоста у нас не было армии. Масштабы крововой бойни во время Второй мировой до сих пор невообразимы. Это как 5000 терактов 7 октября. Ужасные цифры в Израиле очень трогательно относятся к дню памяти жертв катастрофы во Второй мировой войне. Сегодня все намного и намного тяжелее. Сирена, которая прозвучала сегодня в 10 часов утра, двухминутная парализовала всю страну. Все машины, все люди остановились и вспоминали 6 миллионов погибших и тех, кто погиб 7 октября. Юра. Борис, да, вот возвращаясь к ситуации в Рафахе, к слову о том, что ты уже сказал ранее, идет ли речь о начале как раз полномасштабной операции в контексте вот тех самых переговоров? Ну, в контексте вот того, что произошло 20-25 минут назад, Аль-Джазира первая сообщила о том, что Хамас согласен на прекращение огня. Вообще не ясно, что теперь будет дальше. Сегодня несколько ударов армия нанесла по определенным точкам на территории Рафеха. Что было уничтожено в результате вот этого взрыва, кадры которого обошли все мировые телеканалы, непонятно. В лагере беженцев распространяются листовки и требования армии гражданскому населению переместиться в центр анклава. Тем не менее, теперь уже не ясно, как дальше будут развиваться события. Буквально несколько минут назад появились кадры из сектора Газа, где местные жители празднуют так называемую победу и прекращение огня, на которое Израиль так до сих пор и не согласился. По крайней мере, вот уже 20 часов 15 минут, 8-15, и до сих пор нету никаких официальных комментариев со стороны израильского военно-политического руководства. Развитие событий непонятно. Могу закончить только словами о том, что мы все ожидали, наверное, какого-то другого развития событий, но имеем то, что имеем. Юра? Да, Борис, обязательно будем следить за происходящим на Ближнем Востоке. Это был ближневосточный корреспондент РТВА и Борис Штерн на прямой связи со студией. Американские университеты меняют форматы графики выпускных церемоний и соображений безопасности. Все дело в том, что полиция разгоняет палаточные лагеря про палестинских активистов, но справиться с протестом все еще не удается. К акциям продолжают присоединяться все новые вузы страны. Как далеко готовы зайти студенты и власти, требования сторон, изучила Татьяна Бур. Два десятка палаток, аккуратно развешанные флаги и баннеры в поддержку Палестины. На площади Скоровели, в самом сердце старейшего вуза мира, студенческая интифада. Именно так свое собрание определяют учащиеся Болонского университета. Почему мы здесь? Мы здесь, потому что, будучи студентами Болонского университета, мы выступаем с решительным протестом, призывая положить конец геноциду в Палестине. Итальянское правительство и руководство учебных заведений, да и вообще все западные страны, должны прекратить пособничество израильскому правительству и преступлениям, которые оно совершает в секторе газа. Они призывают бойкотировать соглашения с израильскими университетами и ждут, что к ним присоединятся другие итальянские вузы. Сегодня палаточный лагерь разбивают студенты римского сапиенца, а также активистов в британском Оксфорде. Те для протеста выбрали археологический музей Пит-Риверса. Не случайно. Они считают, место символизирует отношение Оксфорда с колониальными проектами. Их единомышленники в Кембридже, в соцсети X, тоже рассказывают о поддержке израильского колониализма своей «Альма-Матер» и собирают донаты на протестный лагерь. В этом противостоянии вечные соперники в одной лодке, вслед за тысячами американских студентов. Утихомирить вузы и колледжи в США не могут уже несколько недель. Кажется, чем больше палаточных лагерей разгромлено, тем яростнее протест. К выходным более чем в 50 кампусах по всей стране было задержано порядка 2300 активистов. Руководство колледжей и университетов пересматривает графики выпускных церемоний. Каждая из тех, что уже состоялись, несла в себе дух протеста. В этот самый момент, когда я обращаюсь к вам, дети появляются на свет при свете фонарика среди обломков. Они узнают, что такое отсутствие еды и голод. Их матери умирают от потери крови, потому что не могут получить помощь в случае осложнений при родах. Жизни этих женщин и детей находятся под угрозой не по их собственной вине, а из-за институтов, неравенства и несправедливости. Жизнь этих матерей и всего населения каждый день подвергается риску, пока в Газе не прекратится огонь. И если в Северо-Восточном все прошло относительно гладко, то в Мичигане министру военно-морского флота не давали сказать и слова. Вы арсенал демократии. Служба. Дамы и господа, спасибо. Не могли бы вы вновь попытаться обратить свое внимание на трибуну? На этом фоне Колумбийский университет, с которого начались массовые задержания, вообще отменяют общеуниверситетскую выдачу дипломов 15 мая на южной лужайке кампуса Моринсайт, той самой, где студенты разбили лагерь и откуда их выгнала полиция. Вместо этого состоится несколько отдельных мероприятий в спортивном комплексе Бейкер. Очные занятия уже отменены. По тому же пути пошел университет Южной Калифорнии. Лагерь пропалестинских активистов был окончательно зачищен в воскресенье. Под крики позор полиция разгоняет несогласных в США и Европе, но протест только расширяет географию. В понедельник в Дагском университете в Бангладеш начался с массового шествия под флагами Палестины. Мы пришли сюда, чтобы выразить протест против геноцида палестинского народа, который устроили израильские силы. Студенческие протесты против этого геноцида набирают силу в университетах разных стран, включая США. Мы, студенты Бангладеш, выражаем нашу солидарность с этим движением. Администрация университетов грозит непокорным студентам принудительным отпуском, в результате которого их не допустят к экзаменам, а значит, выгонят из общежитий. Письмо с ультиматумом сегодня разослал временный президент Гарварда Аллен Гарбер. Насколько это предупреждение подействует на тех, кого не слишком пугает полиция, неизвестно. Но уже понятно, что появились те, кто готов идти до конца. Группа студентов Принстона объявила голодовку. За их состоянием следят врачи. Татьяна Бур, Антон Сухоруков, РТВА. И к другим новостям. В небе над Белгородской областью России сегодня днем ПВО сбили 4 беспилотника. Обломки одного из них упали в жилой дом. Под словом губернатора Вячеслава Гладкова, один человек пострадал. Это произошло всего через несколько часов после другой утренней атаки дронов по региону, жертвами которой стали сразу 7 человек. Еще 42 получили ранения. По данным местных властей, под удар попали два микроавтобуса с сотрудниками компании Агробелогория, которые ехали на работу. Один из аппаратов упал и на территории самого предприятия, но не сдетонировал. Помимо этого, взрыв задел еще один легковой автомобиль. Свыше 30 человек были госпитализированы с повреждениями разной степени тяжести. Тем временем в Тамбове спецслужбы отчитались о предотвращении теракта. Там задержали человека, который якобы планировал подорвать здание областного и арбитражного судов. На видео, опубликованном силовиками, мужчина говорит, что летом 2023 года вступил в переписку с представителями украинских спецслужб, которые и подтолкнули его к совершению теракта. По данным госагентства ТАСС, на мужчину обратили внимание сотрудники РЖД, когда он закладывал неизвестные предметы в строительный мусор. Против него заведено уголовное дело. В Верховную Раду Украины сегодня внесли законопроекты определения военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 суток. Эта мера в случае принятия станет уже 15-й по счету. Она означает, что на следующие три месяца в стране по-прежнему будут запрещены массовые собрания людей, выборы и будет действовать комендантский час. Подробности очередного дня боевых действий в материале РТВА из Киева. Три крупных пожара вспыхнули в ночь на воскресенье в Основянском районе Харькова. Центр города атаковали беспилотники. Сгорели склады, офисный центр и частные жилые дома. Пострадали 4 человека. Воздушные силы заявили, что сбили 23 из 24 дронов. Один ударил по электростанции в Павлограде Днепропетровской области. В полсуток были отключены две шахты и водоканал. В Славянске в воскресенье днем прилет двух ракет по ТЭС. Харьков и область у выходные ежедневно. В сводках госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Ночью город атаковали ракеты и дроны. Днем сбросы авиабомб. В воскресенье вечером взрыв прозвучал в центре. Мэрия сообщила о повреждении 15 многоэтажных домов. 14 жителей ранены. Около полудня вспыхнули 4000 квадратных метров завода. На территории предприятия был прилет. Шесть человек ранены. Точный тип ракеты зарастанавливается. Точный тип ракеты сейчас устанавливается. Удар был нанесен по гражданскому предприятию. Оно производит продукты питания в индустриальном районе. Люди, получившие травмы, это сотрудники компании, которые находились на рабочих местах. Об уменьшении интенсивности обстрелов в выходные заявляет военная администрация Херсона. Ранен один человек вследствие удара дрона. В девяти селах на востоке региона авиаударами повреждены 12 частных домов. За последнюю неделю в восточных, центральных и южных регионах Украины 380 обстрелов. Большинство ударов по объектам энергетики. Профильное министерство оценивает убытки отрасли в 1 миллиард долларов. А Всемирный банк опубликовал данные по общему ущербу с начала полномасштабных боевых действий. В выходные российским войскам удалось выровнять линию фронта у западных пригородов Донецка. Миноборона России заявила о захвате поселков Очеретина, Соловьева и Котляровка. Украинские военные паблики считают, что противник также вошел в Архангельское. У Авдеевки россияне продвинулись вдоль железной дороги и высот в сторону города Мирноград. Российские паблики пишут о захвате сел на востоке Харьковской области. Официальный Киев этот участок называет серой зоной. Успехи противника объясняют значительным подкреплением техникой и личным составом. Одно из ключевых сражений в Донецкой области продолжается за город Часов-Яр. До сих пор украинский генштаб сообщал о наступлении россиян на населенный пункт по трем направлениям. Сейчас в Киеве пишут об ударах на юго-западе. Российская группировка в 25 тысяч пытается обойти Часов-Яр и перерезать сразу две магистрали снабжения ВСУ. Путь с точки зрения военной наиболее облегченный – это Ивановская Клещевка-Андреевка. То есть вдоль трассы на Константиновку продвинуться, чтобы зайти на Часов-Яр с юга, обойти вот эти гряду высот по низинам, пройти под огнем на наших войск и артиллерии. Но они надеются, что они смогут это сделать. Военная разведка Украины заявляет об уничтожении скоростного катера типа «Серна» и малого легкомоторного черноморского флота России в Крыму. Полуостров атаковали морские дроны «Магура» В5. «Гур» утверждает, что момент поражения снят в бухте «Узкое». Об атаках беспилотников по российским кораблям Киев не сообщал больше месяца. Минобороны России в своей сводке заявляют, что все пять дронов в ВСУ были сбиты. Максим Плоткин, РТВА, Киев. Президент России Владимир Путин поручил провести военные учения с применением тактического ядерного оружия. Об этом сегодня рассказали в российском Минобороны. По данным ведомства, их цель повысить готовность нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач. В них примут участие ракетные соединения Южного военного округа, авиации и силы военно-морского флота. В разговоре с РТВА и глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов назвал будущее учения, цитата, «дальнейшими шагами по укреплению обороноспособности России». Что касается учения по подготовке и применению тактического ядерного оружия, указания на проведение которых отдал наш Верховный Клон командующий, это очень серьезный такой шаг, очень существенный способ повышения боевой готовности наших вооруженных сил. Потому что там будут тренироваться не просто каким-то абстрактным вещам, а конкретным видом вооружения, применять по конкретным объектам, которые, мы видим, могут появиться в непосредственной близости от наших рубежей. Согласно заявлению Минобороны, учения станут ответом на провокационные заявления и угрозы западных официальных лиц. Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что речь идет в том числе о высказываниях президента Франции Эммануэля Макрона. В интервью с Данью Экономист от 2 мая он заявил, что не отказывается от своих слов о потенциальной отправке французских войск в Украину. Это возможно, например, при прорыве фронта и получении соответствующего запроса от Киева. А на выходных лидер демократического меньшинства в палате представителей Конгресса США Хаким Джеффрис заявил, что Вашингтон не может позволить Украине проиграть и добавил, что в этом случае Америке придется вмешаться в конфликт не только деньгами, но и военнослужащими. Предстоящие военные учения обсудим с научным сотрудником Центра международной безопасности ММОРАН Дмитрием Стефановичем. Дмитрий, здравствуйте. Добрый вечер. Ну вот в пабликах уже активно пишут, что с распада СССР таких учений в России еще не было. Вы бы как оценили масштабы сегодняшних заявлений Кремля, ну и Минобороны, конечно? Ну, заявление действительно достаточно беспрецедентное, хотя я бы отметил, что пока заявлено даже не об учениях с применением ядерного оружия, а о начале подготовки к учениям по отработке такого применения. То есть говорить о том, что через неделю у нас начнут расти грибы, извиняюсь, пока не приходится. Но действительно подобных учений с акцентом на нестратегическое ядерное оружие на моей памяти не проводилось. То есть, безусловно, нестратегическое ядерное оружие периодически фигурировало в сценариях стратегических командно-штабных учений ежегодных, типа Центр, Запад, Восток, в учениях стратегических сил сдерживания совместно с пусками межконцентральных баллистических ракет. Но вот именно такой акцент, что в пределах одного региона будут применяться нестратегическое ядерное оружие, это действительно происходит впервые. А какой сигнал российские власти таким образом пытаются донести до Запада, что ли? То есть, применение ядерного оружия, пусть и тактического, в представлениях Москвы действительно возможно? Вот теперь стоит бояться? Ну, на самом деле, бояться, не бояться – это вопрос такой на любителя, в общем, оперировать такой терминологией. На самом деле о том, что при сценариях конфликта высокой интенсивности между Россией и странами НАТО, у которых очевидное количество и, возможно, качественное преимущество, Россия будет опираться в том числе на нестратегическое ядерное оружие. Это было понятно, собственно, всю постсоветскую историю. При этом в прошлой Холодной войне ситуация была прямо противоположной. Тогда НАТО опиралось на нестратегическое ядерное оружие в сценариях войны с Организацией Вашарского договора. Но вот теперь мы как бы показываем, что это всё актуально, да, действительно, то, о чём в это столько времени нас обвиняли, это действительно то, что есть в планах, и мы будем, мы демонстрируем, что готовы это применять. Но здесь всё-таки сигнал, мне кажется, в первую очередь сдерживающий, и сдерживающий в адрес вот именно тех европейских лидеров, которые делают соответствующие заявления. Чем это закончится? Конечно, большой вопрос, как на это прореагируют с той стороны. Но связь подчёркнута, связь прочерчена и в заявлениях имени обороны, и МИДа, и администрации президента. Ну а какой может быть эта самая реакция, на Ваш взгляд? И это, получается, всё-таки игра такая уже на повышение, и эскалация с двух сторон. Кто-то же её должен когда-то закончить? Действительно, я согласен, что надо это заканчивать, да и желательно поскорее, потому что, понятное дело, что в пределе эскалация приводит к обмену ядерными ударами, причём не на тактическом уровне. Посмотрим. Мне кажется, что да, возможно, с той стороны, со стороны Запада поймут, что где-то перегнули палку. Возможно, захотят проверить, насколько дальше они могут нас поддавливать. И в этом смысле, конечно, это всё очень грустно в глобальном масштабе, потому что, естественно, вот этот подход, чтобы проверять красные линии, проверять, насколько сильно можно наращивать давление на, в том числе, на ядерные державы, не опасаясь ядерного ответа, этим занимаются не только в отношении России. Например, то же самое происходит и на Дальнем Востоке в отношении Китая. И насколько хватит терпения, тут большой вопрос. Тем более у нас-то всё-таки стратегическая культура обращения с ядерным оружием и занятия ядерным сдерживанием побольше. А вот на Дальнем Востоке, мне кажется, может рвануть даже и раньше, чем у нас, несмотря на то, что сейчас мы в передовеках. Дмитрий, спасибо, но всё-таки будем надеяться, что это всё останется на словах. О планах Москвы по отработке применения тактического ядерного оружия говорили с научным сотрудником Центра международной безопасности и ММОРАН Дмитрием Стефановичем. Тем временем в Москве сегодня провели обыски в квартире российской журналистки Надежды Киворковой. Первым об этом сообщило издание «Известия», источник которого утверждал, что женщину подозревают в симпатиях к радикальному исламизму. Позже адвокат журналистки Калой Ахильгов сообщил, что следствие предъявило ей обвинение в оправдании терроризма. Поводом для этого послужили две публикации в телеграм-канале Киворковой. Одна из них связана якобы с оправданием деятельности афганского движения «Талибан». Оно по-прежнему запрещено в России, хотя его члены в последние годы регулярно приезжают в Москву как представители официального Кабула. Другой пост был сделан ещё в 2018 году. Тогда Киворкова поделилась текстом журналиста Архана Джималя, в котором говорилось о нападении боевика Шамиля Басаева на Нальчик аж в 2005 году. Сама журналистка все обвинения в свой адрес отрицает. Киворкова работала корреспондентом для разных изданий от Russia Today до Новой газеты в странах Ближнего Востока и на Северном Кавказе. Она автор нескольких книг о Палестине и последние посты в своём телеграм-канале посвящала событиям в секторе газа. По словам её бывшего мужа и журналиста Максима Шевченко, Киворкова никогда не оправдывала терроризм, но как журналист подробно освещала события, в поддержке которых её теперь и обвиняют. По статье об оправдании терроризма ей грозит до 7 лет лишения свободы. Какой будет мера пресечения на время расследования суд решит уже завтра, 7 мая. Лидера российской рок-группы ДДТ Юрия Шевчука потребовали признать иноагентом и проверить на экстремизм. С таким заявлением в Генпрокуратуру и Минюст обратился председатель Совета отцов России Андрей Сгонников, о чём сам рассказал сразу нескольким российским СМИ и телеграм-каналам. Изданию МР-7 он, например, объяснил свой поступок тем, что в стране идёт СВО, а он, ну то есть Шевчук, призывает к революции. Поводом для заявления стала попавшая в сеть видео с концерта ДДТ, который прошёл 4 мая в Дубае. На нём Шевчук в перерыве между песнями назвал себя сторонником концепции, согласно которой, далее цитирую, «Вся лажа заканчивается какой-то там революцией, чем-то хорошим». Конец цитаты. Именно эти слова певца глава Совета отцов России сравнил с диверсией и раскачиванием ситуации внутри страны. В России ДДТ не выступает с 2022 года, после того, как на одном из концертов Юрий Шевчук высказался против боевых действий в Украине. За это музыканта признали виновным в дискредитации российской армии и назначили штраф в размере 50 тысяч рублей. Но 10 мая главы МИД Армении и Азербайджана встретятся в Казахстане, где обсудят заключение мирного договора и вопрос демаркации границ между странами. Тем временем в самой Армении решение властей пойти на уступки соседу не разделяют тысячи людей и требуют отставки действующего правительства. А возможности мира и разрешения ситуации в одном из самых напряженных регионов в материале РТВА. Делимитация и демаркация армяно-азербайджанской границы продолжается. Продолжается и борьба против этого процесса. После более чем недельных акций на месте в приграничных зонах участники движения решили переместиться в столицу. Десятки людей уже прошли многие километры. 9 мая они доберутся до Еревана, где надеются добиться результата. Итогом этого протестного движения должен стать отказ премьер-министра Армении Никола Пашиняна от принципов, по которым сейчас определяется граница страны с Азербайджаном. О намерении сместить с самого Пашиняна занимаемой должности лидеры движения явно не говорят, хотя эта мысль читается между строк. Примечательно, что идейным вдохновителем движения стал предстоятель Тавужской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галастанян. Власти, кроме распространения ненависти и вражды, ничего больше не могут. Это духовное и идейное движение. В основе определения границ лежит ложная идея. Народ унижает и хотят окончательно лишить людей надежды и идеи. И как себя должна вести в этой ситуации церковь? Должна одобрить все это? Нынешнее движение вне политики. Оно касается будущего всей Армении, заявляет Баграт Галастанян. Архиепископ очень спокойно относится к обвинениям сторонников власти, что церковь занимается политикой. На вопрос, что они будут делать, когда доберутся до столицы, отвечает – не знает. Четкого плана у движения нет, но они однозначно надеются привлечь как можно больше людей на площади. Мы пойдем, встретимся с нашими людьми и потребуем ответы у тех, кто принимает решения. Мы сейчас в фактической войне. Это четко нужно понимать. Это война против потери собственной идентичности, против бессилия народа. Почему они сейчас должны быть на улице? Потому что это последняя стадия унижения. По дороге в Ереван архиепископа и его сторонников приветствуют жителей населенных пунктов, мимо которых проходит шествие. Некоторые даже присоединяются к митингующим. Решение армянских властей пойти фактически на односторонние уступки Азербайджану явно не разделяет тысячи людей. Даже угроза новой войны, о которой постоянно, говорит лидер страны, едва ли что-то меняет. Мы требуем, чтобы Армения свои границы смогла самостоятельно отстоять. И чтобы наше правительство, наши земли просто так не отдавало Азербайджану. И ни в коем случае, чтобы мы не отреклись от Арцаха. Станет ли шествие началом мощного общественного движения, которое окажет влияние на реальные процессы. Многое прояснится, когда митингующие доберутся до Еревана. Акции протеста с элементами гражданского неповиновения начались в стране две недели назад. Ереван дал согласие на делимитацию, демаркацию небольшого участка границы с Азербайджаном. По итогам этого процесса Армения потеряет очередное территорие, а несколько сел окажутся в непосредственной близости от позиции вооруженных сил Азербайджана. Жители этих населенных пунктов полагают, что в таких условиях они не смогут продолжить нормально жить в своих домах. Власти страны заявляют, что такова цена за мир. При этом четких гарантий, что после этого Азербайджан не начнет новую войну, нет. И об этом открыто говорит также Никол Пашинян. Лидер Армении заявляет, что подобная политика обусловлена в первую очередь геополитическими изменениями, которые вынуждают Армению пойти на болезненные шаги. Структуры и страны, имеющие перед Арменией обязательства по обеспечению безопасности, не выполнили их несколько раз, на виду всех, средь бела дня. И когда этого не происходит, то это означает вести страну к реальной гибели. Да, мы меняемся, как во многих случаях, и наши оценки, так же, как и объективная реальность. Армянские власти надеются, что процесс определения границы с Азербайджаном продолжится. Он предполагает как дальнейшие территориальные потери, так и приобретения. Самое главное, конечный итог этого процесса должен полностью нивелировать угрозу нового противостояния между странами и установить окончательно мир в регионе. Вот только в Армении многие уверены, что, получив все, что хочет, Баку откажется от дальнейшей делимитации, демаркации границы. И Ереван окажется у разбитого корыта. Артур Хачатрян, Арман Караджан. Армения. Специально для РТВАИ. Большая вода идет в новые российские регионы. В Омской области прибывает река Ишим. Наводнение угрожает 50 домам в селе Усть-Ишим. Там объявлена эвакуация. По прогнозам, паводок доберется до области через 4 дня. Ожидается, что река достигнет опасных отметок. В Усть-Ишимском районе интенсивно наращивают дамбы. Сложная обстановка сохраняется и в Тюменской области. Река Табол продолжает пребывать. И рекордный уровень 2016 года уже превышен на метр. В двух деревнях вода пошла по старому руслу в обход насыпей и затопила дорогу. Нагрузка на дамбы остается высокой. Возле них дежурят спасатели. На проблемном участке на федеральной трассе Омск-Тюмень в воскресенье сильный ветер нагнал волну. Чтобы грунт не размыло, в основание конструкции положили слой пленки. Но сейчас, впервые с начала половодия, вода кое-где начала убывать. За прошедшие сутки минус 11 сантиметров. Но для того, чтобы снять угрозу с федеральной трассы, вода здесь должна понизиться еще на 70 сантиметров. Прошедшие сутки в Абадском районе была сложная погода, сильный ветер. Было несколько подмывов нашей измеренной насыпи. Но благодаря работе дорожных служб, спасателей, МЧС, все сложные места были своевременно укреплены. Всего же, по данным МЧС, в 48 населенных пунктах Тюменской области под водой остаются более 350 жилых домов. Эвакуация людей из-за паводков продолжается и на юге Бразилии. Проливные дожди все еще идут, и десятки населенных пунктов полностью ушли под воду. Затоплены улицы даже крупных городов. Число погибших выросло до 66. Тему продолжит мой коллега Арсений Молчанов. Вторую неделю самый южный штат Бразилии, Руи Гранди Ду Сул, страдает от сильнейших за 80 лет наводнений. К спасению жителей подключили всю технику, какая есть в распоряжении властей, в частности вертолеты. С высоты как раз виден масштаб бедствия. Вода затопила не только деревни, но и улицы крупных городов. Число погибших выросло до 66. Еще больше 100 числится пропавшими без вести. 80 тысяч человек покинули свои дома. В воскресенье в районы бедствия снова приехал президент страны Лула Дасилова. С ним в делегации для оценки масштаба были министр обороны Жозе Мусио, министр финансов Фернандо Хадада и министр окружающей среды Марина Силова. Я хотел, чтобы министры и члены Конгресса увидели ситуацию воочию. Я посадил их всех на вертолет, и мы прилетели сюда, чтобы вместе понять, что в реальности представляют собой эти наводнения. Они увидели разрушения, которые происходят прямо сейчас из-за дождей. Все самое плохое еще происходит в городе Порту-Алегре и штате Рио-Гранди-Дусул. В одном из городов прорвало плотину. Всего в зоне подтопления находятся 332 муниципалитета штата. Ущерб еще никто не считал, но геологи уже утверждают, это сильнейшее наводнение в Бразилии с 1941 года. Сильнее всего пострадала столица штата, город Порту-Алегре. Тропические ливни и порывы ветра сносили дома и хозяйственные постройки. Потоки воды уносили вниз по улицам домашний скот и машины. Дожди также повредили линии электропередачи. Больше 300 тысяч человек остались без света и тепла. Мы до сих пор не знаем, сколько людей погибло. Только сейчас можем посчитать, потому что добрались до мест, недоступных из-за оползней воды. Мы предполагаем, что число значительно вырастет. В четверг между городами Бенту-Гонсалвеш и Катипора частично обрушилась плотина на гидроэлектростанции. И города в долине реки Тукуари, например, Лохиада и Эштрелла, были полностью затоплены. Наводнение оставили после себя оползни, размытые дороги и разрушенные мосты. За прошлую неделю на юге страны выпало 70% месячной нормы осадков. Теперь о судьбе пострадавших в Южной Америке молятся даже в Ватикане. Я молюсь за жителей штата Рио-Гранди-Дусул в Бразилии, пострадавших от сильного наводнения. Пусть Господь примет погибших, утешит их семьи и тех, кто был вынужден покинуть свои дома. Бразилия страдает от непогоды несколько месяцев подряд. Сначала от аномальной жары, теперь от проливных дождей. Одной из причин климатологи называют усиление феномена Эль-Ниньо. В центральной и восточной зонах экваториального пояса Тихого океана сильно колеблются температуры. В общей сложности в Бразилии пострадало 213 населенных пунктов. И это еще не конец. Мэрия города Бенту-Гонсалвиш призвала жителей, чьи дома находятся у реки, как можно быстрее эвакуироваться. Ожидается, что уровень воды там может подняться еще на 4 метра. Власти заявили, что риск есть сейчас и в отношении плотины Сан-Мигель. Арсений Молчанов, Артем Прокопьев, RTVI. Волна трагических случаев захлестнула и Австралию. Буквально за месяц было совершено несколько нападений одиночек, которые орудовали исключительно ножами. Власти в очередной раз собрали пресс-конференцию, на которой попытались найти причины подобных деяний. Вначале говорили о еще одном эпизоде, который произошел накануне. 16-летний подросток ранил в спину мужчину на парковке. Можно ли было предотвратить нападение? Ответ на этот вопрос попыталась найти моя коллега Инна Щедрова. Нападавший был уже известен полиции. Накануне преступления он два года проходил программу по дерадикализации. В Канбере провели пресс-конференцию, где власти высказались по поводу трагического случая в Перте. Напомним, накануне 16-летний подросток набросился с кухонным ножом на прохожего в пригороде Уиллеттона. Все это произошло на стоянке хозяйственного магазина. Пострадавшего отвезли в больницу в тяжелом состоянии. А вот узнать о мотивах нападавшего не удалось. Приехавшие на вызов полицейские пытались задержать парня с помощью электрошокеров. Но после неудачных попыток все-таки применили огнестрельное оружие. Рана оказалась смертельной. Проблема, с которой мы сталкиваемся в случаях, как с этим 16-летним подростком, заключается в том, что он, как известно, придерживался опасных взглядов и мог быть потенциальным радикалом. Он в течение двух лет участвовал в программе противодействия насильственному экстремизму. Но проблема в том, что такие люди могут действовать в мгновение ока, без предупреждения, и на самом деле очень опасны. Хотя предупреждение было. Накануне обеспокоенные представители местной мусульманской общины сообщили в полицию о странном поведении парня. И буквально на следующий день он сам позвонил в участок и рассказал, что хочет сделать что-то страшное. Однако, что именно и где, непонятно. И через какое-то время было совершено нападение у хозяйственного магазина. Присутствующие на пресс-конференции пытались понять, можно ли было предотвратить эту трагедию. Я могу сказать, что этот 16-летний подросток, очевидно, был известен полиции. Но до этого он не совершал никакого уголовного преступления. Ничего, за что его можно было бы обвинить и посадить в тюрьму. Он придерживался взглядов, а в нашей стране это не является противозаконным. Есть небольшая группа людей, которые участвуют в программе противодействия насильственному экстремизму под контролем австралийского и новозеландского антитеррористических комитетов. Мы прилагаем все усилия, чтобы изменить убеждения этих людей и пытаемся направить их на путь истиной. В последний месяц Австралия столкнулась буквально со шквалом подобных жутких нападений. По мнению властей, эта тенденция обретает формы национального бедствия. В середине апреля настоящая резня произошла в торговом центре в Сиднее. Мужчина напал с ножом на посетителей, убил шесть человек и ранил еще восьмерых. При этом первым делом напал на женщину с девятимесячным ребенком. Девочка выжила, а вот мать спасти не удалось. Буквально два дня спустя в пригороде Сиднее произошло покушение на священника в церкви Христа Доброго Пастыря. Мужчина напал на него с ножом во время проповеди. Премьер-министр Австралии предположил, что проблему насилия в стране должно решать не только государство, но и общество в целом. Социальные сети, где людей можно с помощью алгоритмов подтолкнуть к более крайним позициям, конечно, вызывают беспокойство. Это то, что я выразил в заявлении, которое я сделал в качестве лидера лейбористов еще в 2019 году. Второе, на что я обратил внимание, что эта динамика является проблемой не только для правительства. Это проблема всего нашего общества, будь то насильственный экстремизм, женоненавистничество или насилие в отношении женщин. Полиция до сих пор разбирается, было ли последнее нападение на парковки терактом или нет. И можно ли считать, что все случаи за месяц связаны между собой. Инна Щедрова, Никита Токарев, Артевиай. В Панаме новый президент намерен сформировать правительство национального единства. Хосе Рауль Мулино победил на выборах. По подсчетам 96% бюллетеней он набрал 34% голосов и опередил своих ближайших преследователей. Рикардо Ламбану и Мартина Тарихаса. Мы здесь, потому что мы получили большинство голосов панамского народа, независимо от тех козней, которые нам устраивали. Мулино в разные годы работал замглавы МИДа и министром безопасности. Изначально он баллотировался как вице-президент в паре с бывшим президентом Рикардо Мартинелли, которого не допустили до выборов из-за дела об отмывании денег. Сейчас он находится в посольстве Никарагуа. Дисквалифицировать собирались и самого Мулино, но за два дня до голосования Верховный суд разрешил ему стать кандидатом. В этом году президентские выборы в Панаме проводятся в один тур. Победитель, который будет стоять во главе государства до 30 июня 2029 года, определялся простым большинством голосов. Это был большой неусток. Итоги понедельника вместе с корреспондентами РТВА подводил Юрий Кукин. Еще больше новостей в телеграм-канале РТВА и на нашем ютуб-канале. Берегите себя. РТВА